народ всем привет привет сегодня мы собрались для того чтобы предупредить вас о том что зима близко и вот-вот не за горами уже первые морозы и как мы это почувствуем автолюбители конечно же не запустившимся двигателем потому как мы все хотели купить новый аккумулятор но не сподобились сейчас мы хотим провести небольшой обзор вот этих трех устройств ну я думаю сергей о них расскажет лучше чем я неспроста мы выбрали на три устройства это все три устройства одинаковые емкости на мой взгляд это топ-3 на рынке сейчас по пускозарядным устройством это устройство компании рой по устройство револьтер и устройство хаммер они выстроены в соответствии с ценовым диапазоном своим то есть это 4 700 у нас стоит рэпо револьтер стоит 5000 и хаммер стоит 8 с половиной тысяч у всех 8 равная емкость 8000 миллиампер часов уровень по мы видим что бензину она рассчитана запуск бензиновых двигателей до трех с половиной литров и дизельных до двух литров револьтер позиционируется для запуска в летний период от двигателей до четырех литров в зимний до двух литров и хаммер позиционируется до пяти литров бензин и до трех трех литров дизель давайте откроем все устройства и посмотрим в чем между ними разница такой вот кейс у всех устройства хорошие пусковые провода которых присутствует перемычка между контактами а защитный бустер то есть это вот не те китайские до поделки которые мы прошлый раз пробовали смотрели здесь оба контакта работают обжимают клемму устройство даст выглядит компактно интересный дизайн присутствует силовой выход стандартный один юсби выход на зарядку гаджетов и заряжается он от микро юсби разъема максимальный ток это 2 ампера зарядной дальше вот мы уже конечно видели по габаритам он несколько больше здесь присутствует на зарядку два выхода юсби один из них quick charge это быстрая зарядка гаджетов а сам само устройство заряжается вот через разъем type-c до 3 ампер максимальный ток заряда и посмотрим таком боксе не чистые такие крокодилы крокодилы перемычка несколько тоньше но она присутствует и также есть бустер само устройство по габаритам сопоставимо с револьтером наверное чуть потолще она сделана в таком в корпусе а я противо удар до пластик также стандартный выход для зарядки и здесь также как европу у нас один выход до зарядки гаджетов юсби и зарядка через микро юсби ребят ну а тестировать мы эти девайсы будем вот на таком аппарате это наша тундра 5 7 литра напряжение аккумулятор у нас будет установлен напряжение на аккумуляторе 10 47 вольта то есть он сейчас вот на габаритах он падал до 7 вольт под нагрузкой аккумулятор полностью мертвый для чего это делается с аккумулятором потому как без аккумулятора пустить любому пусковому будет гораздо проще аккумулятор на себя не будет отбирать заряд а тут аккумулятор берет на себя сразу же пожирает еще часть энергии и за счет этого у нас будет достаточно интересный эксперимент посмотрим какое пусковое сколько сможет раз запустить как это будет качественно в общем все увидите сами а мы переходим наверно уже к основному нашему до эксперимент ребят все устройства заряжены везде полные показываются все прекрасно ну чтож я думаю давайте начнем чуть тянуть зима то близко давай отлично первый запуск есть пробуем теперь револьтер теперь пробуем что можно сказать все три устройства сделали по одному запуску можно посмотреть изменилось ли как напряжение или нет смотрим у хаммер все 5 лампочек горят револьтер горят все четыре лампочки у ройпо также горят все четыре напряжение заряд пока не изменился чудеса вот видите аккумулятор 640 что-то отключилась 9 вольт но он полностью мертвый уставший аккумулятор осыпался емкости не имеет ну что ж во благо истине буду убивать стартер поехали второй круг второй круг мы начинаем я так понимаю мы сейчас как будем делать в очередем очередно до поочередно будем подключать либо мы можем один это не стоит так делать нужно делать оверх между запусками до около минуты чтобы не было перегрева понятно каждое устройство уже сделал по два запуска мы сейчас сделаем наверно серию из пяти запусков после этого посмотрим как изменится заряд ну что как вы видели каждое устройство сделала по пять запусков сейчас мы сможем оценить батареи найти хаммера горят все пять лампочек револьтеры горят все четыре лампочки руку горят все четыре лампочки ни одно из устройств не разрядилась это с учетом того что мы дополненную нагрузку виде виде аккумулятора засевшей батареи даем то есть это можно говорить как раз это о качестве устройств что мы неспроста выбрали именно эти три устройства у нас нет ребят цели показать что какое-то из устройств плохое мы просто делаем обзор и сравниваем и не выделяем какой-то из них потому что у всех своя цена есть у всех есть свои 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 минусы на какие-то плюсы и минусы я могу включить фары там до копеечку фару на саду печка я наоборот и выключил же но легче будет заводиться арабы и как видите она даже не чекнула то есть давайте попробуем включить всю нагрузку автомобиля сейчас у нас будут при запуске включены фары подогрева сидений печка в общем принципе все что я смог найти для того чтобы имитировать зимний запуск большая нагрузка достаточно будет давайте попробуем посмотрим что у нас пока так готова 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 начинаем седьмой круг вот 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 Продолжение следует... Ну что можно сказать, мы сделали 10 успешных запусков на каждом устройстве. Можно сделать абсолютно точный вывод, что я достаточно сильно устал подключать их. Сейчас мы посмотрим, какие показания напряжения будут на самих устройствах, показания заряда. То есть первое у нас был Hammer. Мы смотрим, здесь осталось 4 лампочки из 5. Мы смотрим револьтер. У нас горят все 4 лампочки из 4. То есть заряд изменился. И смотрим Ruypo. Здесь горят 3 лампочки из 4. Что можно сказать? Мы можем продолжать, наверное, сделать еще 10, а может и 20 запусков. Не-не-не, мне жалко машину. Да, очень жалко стартер автомобиля. Все устройства действительно превосходят свои заявленные характеристики. Ну, я хочу заметить, что это характеристики для летнего запуска. Как будет, ребят, зимой? Это будет очень индивидуально. Будет зависеть от температуры на улице, будет зависеть от того масла, которое вы используете. Может, у вас с М8, так-так, и два камазовских аккумулятора не провернут в минус 30. А, возможно, у вас там какой-то 0V50. И он будет просто, как летом, крутить его. Никто не знает. Но сейчас вот, как они себя показали летом, мне понравилось. В принципе, Сергей, давай посмотрим. Вот у нас есть три прибора. Три прибора, все показали себя, ну, в принципе, прекрасно. Я считаю, что да, отличный показатель у всех трёх устройств. Мы имеем 4 700 стоимость Ройпо розничная. Мы смотрели сегодня 4 990 у Револьтра и 8 500 у Хаммера. По таким отличительным особенностям, что мы можем отметить, что... Из отличительных особенностей, что мы можем заметить, у Хаммера и Ройпо по одному USB-выходу, у Револьтра два USB-выхода, один из них быстрая зарядка. Со все устройства заряжаются от 5 вольт. В случае Хаммера и Ройпо это микро-USB, в случае Револьтра это Type-C разъём. Ну, я хочу сказать, чтобы вы не пугались этого Type-C. С пусковым идёт шнурочек, он идёт универсальный, от него же также можно заряжать и iPhone, и мини-USB, и Type-C. Ну, Type-C сейчас очень активно приходит в нашу жизнь. Со всеми устройствами, да, идут комплект проводов для зарядки. Все провода мы протестировали качественные пусковые. Нареканий не возникло. Мы запускали от 5,7. Я бы не мог сказать, что какой-то из приборов там шибче запускал или какой-то слабже. То есть не было такого. Хотя у них вот и... Вот разрыв в цене, допустим, у этих двух приборов достаточно. Ну, вот эти два. И вот так вот поставим. То есть, забыли сказать, у всех есть фонарики. Да, может быть, в таких. Здесь вот немножко слабее, но он более рассеянный получается света. Здесь более направленный. Вот здесь вот у меня Revolter светит хаммером. А здесь он получается более рассеянный такой, да. То есть освещает больше плоскости. Но, ребят, хочу сказать одно. У двух этих приборов нет одного единственного преимущества. Это скидки по промокоду GERASIM SHER. Вы к этому еще устройству получите скидку в 10%. И я, насколько помню, там ребята дают еще доставку. Да, да, как раз. Еще и бесплатную доставку. Да, бесплатная доставка. Да, если вы заказываете вот 5 тысяч прибор. То есть вот это у нас сколько он стоит? 5 тысяч. 5 тысяч рублей. Плюс 500 рублей скидка, плюс бесплатная доставка. Как вы видели, по качеству он не уступает прибору за 8. 8 с половиной тысяч. Это хаммер. В преддверии зимнего периода. На праздник, осень и в конце концов. Скоро пойдет снег. Женщины, если не знаете, я знаю, что вы смотрите. Если не знаете, что подарить своему мужчине, у которого есть автомобиль. Да даже себе. Вот положили в бардачок и все. Вам не надо будет искать таксистов, там еще кого-то, чтобы прикурить провода какие-то. Сами всегда сможете все делать. Это как компрессор в машине должен быть. Вот. Возьмите, подарите. Или себе. Мужчина, кстати, тоже касается. Либо другу, там, либо мужу. Это прекрасный подарок. Никогда не ошибетесь. Можно зарядить и телефон, можно и запустить автомобиль. Когда он у вас будет промокрент. Посмотрите. Рой Полк 3 деления. Револтор 4 деления из 4. И Хаммер 4 из 5. Опять же, не хотим никого там агитировать куда-то. Но вот выгода очевидна. Во-первых, это, скорее всего, более качественные элементы стоят. И скидка, ребят. Главная скидка. Промокод GERASIUM SHERP. И минус 500 рублей. И плюс бесплатная доставка. Все. Это вообще всех побеждает. Даже Хаммер. Точно вам говорю. В общем, вот такой тест получился на нашем новом автомобиле. Это наш новый тягач. Тундра. Все ради прекрасного кадра. Ради истины. Готов был убить насмерть стартер. Но не получилось, как видите. Ни приборы, ни стартер. Сейчас пойду отключать этот убогий аккумулятор, который у нас имеет... На секундочку. 9,26 вольта. Нагрузка пропала вся. А ну вот, видите, светодиоды еле-еле горят. Даже они не выдерживают дедолаги. Ну что ж. В принципе, наверное, мы закончили. Да, все здорово. Все, что мы хотели для себя выяснить и показать вам, мы выяснили и показали. Все приборы хорошие. Ну, одни выгоднее, чем другие. Скажем так. Или нет. Дальше эти сами. Конкретно выгоднее. Ссылочка в описании, где можно приобрести Revolter промокод GERASIMSHERP. Как его при заказе, да? То есть при звонке, когда перезванивает оператор. То есть вы делаете заказ, там есть окошечко промокод, он там не работает. Вы делаете заказ на Revolter, вам перезванивает оператор, вы говорите, я с канала GERASIMSHERP. И тогда вам считают скидку и решают вопрос с доставкой. Все, ребята, решайте, думайте. Зима близко. Пока. Пусковые устройства Revolter. Это надежный запуск в любой ситуации. Проверено нами. Это работает. Не забывайте. Зима близко. Ссылка в описании. Скидка по промокоду GERASIMSHERP.